В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Осторожность и безопасность должны быть на первом месте. За сутки в Дагестане произошло несколько чрезвычайных происшествий с туристами. Очередное возгорание локализовано. Незаконный полигон в местности Черкес-Кутан теперь может стать законным. Ущербы зафиксированы, указания даны. В Минимущество Дагестана рассказали о порядке регистрации права собственности на недвижимость, поврежденную в результате непогоды. Новая жизнь старому зданию. Мечеть с вековой историей после капитальной реконструкции открыла свои двери в селение Кудия-Бросо Ахвакского района. За сутки в Дагестане произошло несколько чрезвычайных происшествий с туристами. К счастью, все живы и здоровы. В районе комплекса «Главрыба» перевернулся катер. Инцидент произошел из-за неполадки лодочного мотора, сообщает администрация базы отдыха. Известно, что все находящиеся на судне были в спасательных жилетах, а рулевой имел соответствующие права на управление катером. А вот в Дагуспаринском районе турист заблудился в ущелье при восхождении на гору Шалбуздак. Местные жители, не дожидаясь спасателей, приступили к его поискам и нашли пропавшего спустя 17 часов. Открытое возгорание на мусорной свалке в местности Черкес-Кутан локализовано, сообщает Минприрода республики. Осталось несколько очагов интенсивного задымления, которые засыпаются грунтом. По данным ведомства, на месте работает 10 единиц техники. Отметим, что данный полигон горел много раз. Долгое время республиканские власти не включали объект в программу по рекультивации, не позволял статус земли. Как сообщает правительство Дагестана, решение найдено. Теперь участок будет переведен из категории сельскохозяйственного назначения. Тем временем, канал «Экономика Дагестана» сообщает о том, что за год в республике образовалось 14 новых незаконных мусорных свалок. Подсчет был проведен на основании данных Росприроднодзора. Всего в регионе зафиксировано 112 стихийных точек сброса и накопления коммунальных отходов. Специалисты считают, что нелегальные свалки образуются из-за недостаточной развитости инфраструктуры для сброса, вывоза и переработки мусора. Вместе с тем есть и другая проблема. Уровень неплатежей дагестанцев по вывозу ТКО составляет менее 60%, что также неблагоприятно влияет на ситуацию. Не у всех жителей Буйнакска, пострадавших от стихий, есть правоустанавливающие документы на собственность. Это, в свою очередь, может помешать им своевременно получить компенсацию от государства. Этот вопрос накануне обсудили в Министерстве имущественных отношений Дагестана. Был проведен инструктаж 25 рабочими группами, которые занимаются фиксацией ущерба. Как отмечают специалисты ведомства, есть случаи, когда у граждан имеются документы на недвижимость, но отсутствует регистрация в Росреестре. Когда мы проводим подворовые, подомовые, по объектные обходы, у нас есть такое предложение, мы сейчас с коллегами с МЧС тоже переговорили, о том, что мы предлагаем сразу во время осмотра зафиксировать наличие, отсутствие у того или иного гражданина на то или иное домовладение имущество правоустанавливающих документов. О чем идет речь? То есть мы все знаем, у нас в обиходе ходит такое выражение, как зеленка. Ну вот будем говорить, что зеленка это зеленка, очень много документов могут послужить основанием, которые доказывают о том, что этот домовладение является собственностью того или иного гражданина. Значит, правоустанавливающий или правооустанавливающий документ, перечень, я скажу, что это может быть, это либо свидетельство о праве собственности, копию он вам может показать, либо он вам может показать выписку из Единого государственного регистра недвижимости, это документ, получаемый в МФЦ, где зафиксировано, что этот дом является собственником того или иного физического лица. Старинная мечеть, реконструкция которой началась в 2018 году, открыла свои двери в селении Кудия-Брусо Ахпахского района. Вместимость здания около 700 человек. На трех этажах размещены женские и мужские комнаты омовения, столовая, библиотека, комната для имама и медресе. Культовому объекту 100 лет. На церемонию открытия собрались представители власти, общественные и религиозные деятели. В населенном пункте проживает около 2500 человек. Теперь в обновленном здании Джума мечети могут собираться сотни верующих. Для верующего человека не секрет, какое место значение имеет дом Аллаха для верующего человека, какое место этот дом Аллаха занимает в сердце верующего человека. Ведь посланник Аллаха в числе тех, кто в судный день будут под тенью арша, причисляет того человека, что сердце привязано к дому Аллаха, привязано к мечети. Мечеть в каждом населенном пункте — это его сердце. Сердце бьется чем? Если сердце умирает, тело гибнет. Если мечеть, мечеть должна работать, мечети должны быть полны ряды. А когда в мечетях пустеют ряды, не имам должен бояться, не имам должен кричать на все село, почему вы не приходите. Каждый житель села должен бояться за погибель всего села, ибо сердце этого села умирает. И в завершении выпуска о спорте. На проходящем в Каспийске чемпионате России по вольной борьбе определились первые финалисты. Золотые медали соревнования спорят трое дагестанских борцов. Ожидаемо в финал в весе до 57 килограмм пробился олимпийский чемпион Завур Угуев. В схватке за первое место он встретится с Артемом Габаевым из Северной Осетии Алании. А в категории до 65 килограмм в решающие встречи сойдутся одноклубники Пагамидовской школе. Действующий чемпион России Ибрагим Ибрагимов, который в полуфинале одолел призера Олимпиады Гаджимурада Рашидова. И Шамиль Мамедов, победитель Ярыгинского турнира. И только в весе до 70 килограмм финал пройдет без участия хозяев ковра. Золото спорят Бурят Евгений Жербаев и Иналбек Шериев из Московской области. Выступление я ценю удачно. Хотя бы хотелось, конечно, все три веса, чтобы были в финале. Но безосечий, конечно, не бывает. Это чемпионат России. И вес 57 килограмм, конечно, в закономерном нашу Угуев вышел в финал. Это была закономерность. Но с другой стороны, с ним финалист. Это Габаев, молодой парень. Мы планировали, фактически, рассматривали, может, с той группы выйдет. У нас наш, дагестанец парень, но он, Идрисов, дал осечку у нас. Сейчас мне сказали, да он температуре чуть приболел. Поэтому 57 у нас так, 65. Схватка такая ожесточенная, такая схватка, боевая схватка получилась у Рашидова и Ибрагимова. На последних секундах, на последней минуте Ибрагимов заработал выигрышные два балла, конечно. И с другой стороны, финалистом, с ним за первое место будет Мамедов Шамиль. Тоже наш парень, дагестанец. Также, я думаю, получится очень хорошая зрелищная схватка. 70 килограмм. Ребята выложились, фактически, сделали все, что смогли. Ну, видимо, где-то вес гоняют, устали, чуть-чуть не доработали. Поэтому мы планировали, что ребята в нашем финале встретятся наши ребята, но получилось, что они за выход финала проиграли и будут утешаться за бронзовые медали. Именно первых золотых медалистов чемпионата России станут известны ночью. Напомним, что соревнования продолжатся до 24 июня. Всего борцы разыграют 20 комплектов наград. По 10 у мужчин и женщин. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok